Лучшее в стране Здравствуйте, друзья! 14 часов 3 минуты и московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и знаете кто? Российско-американская певица, как я сегодня прочитал на сайте. Супер звезда. Экс-солистка команды Тату Лена Катина. Привет, привет. Привет. Всем привет, всем здравствуйте. Как это прозвучало? Команды Тату. Как будто ты такая спортивная. Спортивный клуб. Подожди, мне кажется, что это круче звучит. Например, чем там все, ну как мы раньше говорили. Черненькая из Тату, рыженькая из Тату. Команда Тату. Нет, а больше мне нравится российско-американская певица. Звезда. Знаешь, сегодня просто мега счастливый день, потому что последний день зимы, это круто. Да, боже, я прям молюсь уже, когда достанет лето. Да, еще и вот, ну уже завтра весна. Как минимум, кроме того, вот моя личная профессиональная мечта сегодня сбылась, потому что очень давно хотелось пообщаться с тобой в реальном времени, увидеть тебя настоящую, красивую, счастливую. Как ты вообще до нас добралась? Там говорят, сейчас уже минус 20 за окном. Было с утра, да, минус 21. Я когда посмотрела, наверное, градусник, думаю, так, как же мне поехать? Ведется ли моя машина? Подумала я. Нет, нормально, доехала достаточно быстро, и даже пробок не было особенных, что характерно. Да, да. Ну, мы вчера еще позвонили в ГИБДД, что ты приедешь, поэтому все в порядке. Понятно, расчистили, да? Ну, а как ты хотела? Это Москва. Тучи там расстреляли. Мы почему спрашиваем, Лен, про холод, потому что мы были все это время убеждены, что ты живешь все-таки на две страны, да, и что ты бесконечно летаешь то в Америку, то в Россию и так далее, но базируешься ты в Штатах. И какое-то время так и было, по-моему, да? Да, я пять лет прожила в Лос-Анджелесе, собственно, где мы написали, выпустили мой первый сольный альбом. Потом я, собственно, ушла в декрет. И если совсем честно, то я забеременела и испугалась. Вот, то есть для меня как это... Ну, я думала, что, может быть, там рожать, а потом я дико испугалась. То есть еще даже не родила, а, но уже испугалась. Да, да, уже испугалась, что все это реально, что у меня растет ребенок в животе, и мне надо же рожать. И я как представила себе, что мне там на английском будут в роддоме говорить все эти знаковые фразы. Думаю, не-не-не-не-не, и домой к маме, ну нафиг. Вот, и я прилетела. То есть я максимально, конечно, я все беременна. Слава богу, у меня была очень... Фу, легкая беременность, вообще без проблем. Я летала через океан просто вот туда-сюда, не останавливаясь, до вот 32-й недели, как мне сказали, что все, садись и сиди. Хватит, налеталась. Да, ровно на 32-й неделе я из Италии вернулась в Москву. Мы делали там презентацию клипа. Вот, и вот я прилетела, все, и вот родила в Москве. У меня же здесь родители, у меня здесь бабушка, которая безумно ждала правнука. Подожди, бабушка твоя бабушка? Моя бабушка, да. Как бабушку зовут? Людмила Ивановна. И она безумно ждала, вообще обожает детей. Она, ну, можно сказать, вырастила и меня, и сестру, выненчила, и, ну, мама, естественно, тоже. Мама в основном потом больше работала, а мы с бабушкой много времени проводили, и она настолько ждала этого ребенка, что я думаю, ну как, ну вот я там рожу, и что? И они даже вот не смогут приехать, потрогать, подержать на ручках. То есть ты просто не смогла лишить их такой радости? И их лишить, и себя, потому что их помощь была просто необходима в первые дни, да и сейчас тоже, честно говоря, у меня нету няни, я против пока нянь там и так далее. Вот это круто. Вам сейчас сколько? Нам 2,9. Ну, 3 года будет в мае, да? Да, 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 22 мая будет 3 года, и все это время у нас, ну, у нас папа, соответственно, за маму, когда мама на гастролях. Справляется, как считаешь? Да, да, он, как моя мама говорит, что ваш папа как мама. Вот, то есть он абсолютно... Выбран был правильно. Да, 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 нет, он прекрасно справляется с ребенком, даже, наверное, где-то лучше, чем я. То есть я как-то там приезжаю с каких-то гастролей, говорит, Лена, посмотри, а у нас... А Сашенька сам штанишки снимает, когда на горшочек садит. Научил его снимать, на горшок ходить, потом научил его там есть сам, потому что мне-то все быстрее-быстрее, я там сажусь, ну, давай быстро там, тын-тын-тын, напихалай ему. А у тебя такой темпо-ритм, в принципе, да? Ну, да, да, сейчас очень много работы, очень много гастролей, записей. А вот мы поговорим сейчас подробно. Да, поэтому у меня, к сожалению, ну, максимально, конечно, количество времени свободного я провожу дома с ребенком. И Саше приходится подстраиваться под маму, конечно, конкретно. Да, да, да. Ну, пойдет ли Саша в непоседы, пока еще непонятно, наверное, займется ли музыкой. Да, пока непонятно, не знаю, что у него там будет на уме потом, но тем не менее, да, вот бабушки и папа Главное, что на горшок уже садится сам. Да, на горшок, слава богу. Мальчики и девочки, бабушки и дедушки, Лена Катина у нас в гостях, мы скоро вернемся. В стране на теле и радиоканале «Страна.ФМ» продолжается. Лена Катина у нас в гостях, и мы говорим не только про детей, мы говорим еще и про музыку. Да, да, да. Ну, во-первых, мы, конечно, под впечатлением, потому что редкая звезда может похвастаться тем, что воспитывает ребенка без няни. Это круто. Тем более так активно гастролирует. Бабушки, бабушки спасают. Ты его только... Да, спасибо бабушкам, вот правда. Мамочки нас понимают. Ты только в конце января, получается, вернулась из Латинской Америки. Да, у меня был первый сольный концерт в Чили. В Чили я до этого не была, только в Мексике, в Бразилии. До Чили как-то не доезжала. Почему Чили? Как Сантьяго вообще появился? Сантьяго просто вот так вот собрались и почему-то пригласили. А не рвануть ли нам Сантьяго? А пригласили, да. И вот сделали концерт. Очень хорошо, успешно прошел. Я безумно довольна. Вообще, хочу сказать, что латиноамериканская публика, она шикарна. То есть люди настолько экспрессивные, что они тебе... Ну, каждый артист, когда выходит на сцену, происходит такого своего рода энергообмен. Если ты выходишь, и публика не очень активна, то ты прям вот полностью... Ты все равно выкладываешься, да? Но ты ничего не получаешь взамен. Пустой уходишь. Ну, не то чтобы пусто, а просто выжатый, как лимон. А здесь был настолько колоссальный заряд энергии, что... А где это? Я бы еще там, наверное, второе бы отработала. Под открытым лимом где это был, Лена? Нет, нет, это был клуб. Там порядка, по-моему, 500-600 человек. То есть не очень большое заведение, но прекрасно прожил концерт. И сейчас мы, кстати, ведем переговоры о том, чтобы поехать вообще в тур, может быть, по Латинской Америке. И охватить не только там Чили, но еще и заехаться в Мексику, где я уже тоже очень давно не была. Может быть, Брасилия, Аргентина. Ну, то есть вот прям сделать такой вот тур по... Гастрольный тур. Да, гастрольный тур по главным городам. Ну, то есть получается, испанский язык ты учила не зря. У меня есть альбом на испанском. Я не учила испанский. Я его не знаю. А тебе же ставила произношение твой преподаватель. Да, она, собственно, написала очень много текстов тоже, переводила нам с английского на испанского. И вообще это, конечно, такой был опыт очень интересный для меня, потому что не говоря на испанском языке, я записала целый альбом. Это было очень смешно. И, конечно, неоднократно хлопало дверью, выходила в бешенстве своей судей. Говорила, я никогда это не произнесу. Ну, нет, получилось. Я, честно говоря, я очень горжусь вот этим вот продуктом, если это так можно назвать. А почему, почему, почему из всех языков был выбран испанский? У нас всегда, мы всегда хотим, поскольку у нас огромное количество поклонников испаноговорящих, это, опять же, та же Латинская Америка, в Испании тоже мы достаточно популярны, была идея записать песню на испанском. Очень давно. Вот. И вдруг приходит вот Карина в качестве педагога по вокалу, там мы пробовали разные варианты, вот, и что-то мы с ней начали разговаривать, она говорит, ну, вообще, я там, типа, у меня язык испанский. Как испанский? Ну, да, я, а что вы делаете? Только преподаете? Нет, я музыкант, я пишу, я сама пою. Я говорю, так, вот с этого места поподробнее. И она вот ровно после первого урока вокала тут же переквалифицировалась. Мы говорим, давай одну песню сделаем. Мы так хотели сделать, давайте что-нибудь сделаем. Ну, давай. И вот с одной песни началась, потом еще одна, потом еще одна, и бац, и получился альбом. Твой актерский испанский, наверное, очень красивый, учитывая твой и голос грудной, и там вот как-то все это переплетает. Ой, не знаю, ну, тяжело-тяжело было. Это я вообще поведу, хочется услышать, но хотя парочку, парочку хотела. Пока нет испанского, давайте что-то по-русски послушаем, а потом вернемся. Дорогие друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ». Давайте по-русски. Продолжается программа «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна ФМ». Лена Катина у нас в гостях, и мы сейчас докажем, что Лена не только красиво, интересно рассказывает, но и замечательно поет вживую. Все это здесь. Ну то, что Лена пританцовывает уже, говорит о том, что тебе в нашей студии уютно, да? Комфортно, нравится у нас. Да, мне везде комфортно, особенно Бородин между ног у женщины сейчас был очень хорош, поднял настроение. Ну ты же не думаешь, что так случайно, мы ждали тебя, кроме ГИБДД еще и Бородина. Специально Бородина на разогрев, чтобы тебя тогда... Итак, что у нас сейчас будет за произведение? Что споем? Ой, я вам сейчас спою песню. На самом деле, я вам хочу сказать, что эта песня, я думаю, вот я считаю, что ее обязательно должен услышать Владимир Владимирович и взять ее на World Cup 2018, потому что вообще она писалась под Олимпийские игры. Ну, Олимпийские игры потом, соответственно, взяли, нас не догонят, но эта песня, она гимновая, мы ее писали, собственно, вот с этим немножко спортивным духом, то есть ее можно отнести, конечно, и к жизни тоже, в принципе, но писалась она вот именно с этим спортивным азартом каким-то, вот когда вот это получается, не получается, ну вот это вот эмоционально... Надо идти вперед. Да, надо идти вперед, не сдаваться. Вот я ее очень люблю, я ее вам сейчас спою, может быть. Он нас всегда смотрит и слушает, поэтому сейчас все возможно. Называется All Around the World и исполняет Лена Катина. Готовы мы? Блин, спеть бы с утра. Споешь. Фух. Спасибо. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Без расписки ДимаTorzok 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 сборная мясная. Моё коронное блюдо — это мясная солянка и паста баланеза. Я очень хорошо делала. Ну, вообще, в принципе, да, оказывается, вкусно готовлю. Хотя я начала это делать, вот встретив своего мужа, собственно, до этого. Я к плите вообще близко не подходила. Когда было этим заниматься? Да, то есть мама, мама, приготовь, мама, всё, мы всё делали. А потом начали жить вместе, и, в принципе, я к плите, да вы что? Я же звезда. Я же звезда. А потом я встретила мужа, говорю, я не готовлю. Он говорит, да, пожалуйста, я сам готовлю прекрасно, сказал мне мой муж, будущее и тогда ещё. Вот. И я сказала так, нет, здесь что-то не так. Потому что все остальные меня до этого заставляли, говорю, как, женщина должна готовить? Кому я что должна? Кому, ну, как, от противного. Вот. А то, думаю, нет, сейчас как-то надо учиться. Вот. И научилась. Многие мужчины сейчас поставили галочку, как необходимо уговорить жену начать готовить. Мягко, аккуратно. Да не простую жену. Браво, Сашо, браво. Он, кстати, нас сейчас слушает, я надеюсь. Большой ему привет. Надеемся, что он тоже тебе песни напишет, если уж он композитор. Он, кстати, писал мне, да. Есть в первом альбоме песню Waiting, которую я пою, это его песня. Спасибо. Мы вместе, да, тоже иногда. А мужу, когда говоришь, глаза блестят. Вот она, любовь, Сашо. Да, 8 лет аж. Мы ещё вернёмся. Почти. В стране. И есть также у нас предчувствие, что скоро прозвучит ещё одна песня. Here I Go Again называется она. И вот есть информация, что песня, релиз совместно с диджейским дуэтом Дэдди Меркури. Всё правильно. Расскажи. Да, да. Дэдди Меркури. Всё правильно. Очень хорошие, талантливые ребята. Это, на самом деле, не единственная наша совместная работа. Ещё одна прозвучит на концерте, которая ещё, ну, новая, а не выпущена. Ещё одна в процессе, как бы, создания. То есть она уже есть, просто вот надо ещё записать. Очень интересная песенка. Что-то у нас с ними хорошо пошло, потому что, на самом деле, танцевальный стиль не совсем мой. То есть я не работала в этом стиле. До этого ты считала? Нет, не то чтобы, а как-то не получалось, вот не срасталось. А тут вдруг вот взяли, решили попробовать, и мне понравилось, как получилось. Мне кажется, что у меня голос такой достаточно подходящий именно вот для таких композиций, очень лёгких, танцевальных, да, и настроенческих таких. Настроенческих, да. Поэтому нам понравилось, и мы решили ещё одну песенку сделать, туда же ещё и третью. То есть у нас получился такой подпроект в проекте совместно с Дэдди Меркури, с ребятами, очень талантливые и классные ребята. Они, кстати, ко мне присоединятся тоже на сольном концерте 3 марта. Отлично. Так что ещё их в лицо узнаешь. Все в Муми Тролльбар, друзья. Да, те, кто придут. Ну а скажи, ну сейчас, в принципе, модно делать дуэты, сейчас все как-то соединяются, какие-то коллаборации такие с кем-то ещё из наших звёзд. Не планируешь петь? Я вообще люблю коллаборации, потому что мне кажется, что из этого всегда, ну, одна глава хорошо, две лучше, а три ещё лучше. Тебе-то не знать. Тебе или не знать. Да, то есть у меня много, в принципе, в этом смысле совместных работ с разными и авторами, и композиторами, и диджеями, и продюсерами. Вот. Мне нравится. Вот. Ну, поскольку сейчас у нас, собственно, первая песня, которую мы релизили, Silent Hills, это совместное творчество с Юз Грата. Тоже диджей, очень талантливый парень. Вот. И вот сейчас Дэди Меркьюри, потом не знаю. Вообще, наверное, уже пора что-то такое своё сольное выпустить. А там дальше посмотрим. Вообще, у меня есть мечта спеть дуэтом с Дипеш Моуд и с Эресом Ромазоти. Эресом Ромазоти, да, да, да. Ты звонила Мартину Гору, говорила, что вот надо как бы... Нет, у меня нет его телефона. Поделитесь, если есть. Друзья, ну, скорее всего, у наших зрителей и слушателей есть. Да, ну вот есть у меня такая вот мечта. Мечты должны сбываться. Мы тебе желаем, чтобы это произошло именно в этом 2018 году. Ну, хорошо. Мы мечтали также послушать песню в твоём исполнении, и сейчас наша мечта сбывается. Сейчас ваша мечта сбудется. Я сейчас вам исполню Here I Go Again как раз с Дэди Меркьюри. Главное не пропустить начало. У нас отличный звукорежиссёр, он всё сделает. Да нет, это не звукорежиссёр, это я. В тебе мы вообще не сомневаемся. Давай. Here I Go Again. Here I Go Again. Here I Go Again. I want to fly up high like I don't give a team. I'm feeling so alive. I look straight ahead. Got so much things to do, yeah. Here I go again. Here I Go Again. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот легкая... Лето, море, легкое платье, любовь... Here I go again... 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 I want to fly with you like we don't give a damn like that... Here I go again... 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 бэк-вокалистка, кстати, Алла Борисовна, по-моему. И папа, соответственно, пишет песни. Что делают друзья? Мы поем папины песни. Они у него отличные, абсолютно в его стиле, с очень саркастически смешными словами. Папа на минуточку собрал группу Дюна и написал все главные хиты этой музыкальной команды. Да, это, кстати, у меня тоже есть. Мы с вами сделали кавер на одну из его песен. Страну Лимонию будешь ли ты петь? Нет, не на Страну Лимонию, пока я не скажу. Ну, на народную песню. Мысль с папой собраться вместе и спеть одну из его песен. Как приятно общаться с артистом, который делает столько всего одновременно. Разные языки, разные направления, разные страны континента. Очень хочется себя планировать, если честно. Ты знаешь, это сложно, но у тебя получается. Спасибо тебе огромное, что ты пришла к новому гостю. Спасибо вам большое за приглашение. Еще приглашайте приду обязательно. Лена, Катина, в гостях у страны ФМ. Леночка, до новых встреч. Всего самого-самого светлого. Всего доброго, всем хорошего дня. Пока-пока.